Дорогие друзья, не мне вас учить, но 90% всевозможных мудрых высказываний и афоризмов так называемых великих людей – это банальная скукотища, в основе которой лежат рассуждения на тему общественной морали и религиозных добродетелей. А если к тому же это известный бизнесмен или политик, то еще и лично его обобщенный опыт в этой самой политике или бизнесе. Но иногда, вы знаете, их прорывает, да, и на какое-то очень короткое мгновение они становятся нормальными людьми. В эти редкие моменты искренние и предельно откровенные мысли вылезают у них из самых мутных и глубоких колодцев подсознания. Вот это все я собрал специально для вас, и сейчас будем смотреть. Я знаю то, что ничего не знаю, да, но другие не знают даже этого. Знание не есть ум. Лучший брак – это когда женщина слепая, а муж глухой. Только очень тупые люди ищут смысл буквально во всем. Людям легче удержать на языке раскаленный уголь, нежели чужую тайну. Не слушайте ничьих советов, в том числе и этот. Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которая бы интересовала, что о ней говорят мыши? Ответ на вопрос по поводу ее участия в общественной жизни. Я как яйца, участвую, но не вхожу. Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. Фаина Георгиевна, как ваши дела? Вы знаете, милочка, что такое говно? Так вот оно, по сравнению с моей жизнью, повидло. Я никому и ничем не обязан в этой жизни уже хотя бы потому, что никогда и никого не просил о своем появлении на свет. Бог – это мысли, которые все прямое делают кривым, все неподвижное – вращающимся, а все прекрасное – запретным. Вдвоем бываешь иногда более одинок, чем наедине с собой. В настоящем мужчине всегда сокрыто дитя, который хочет играть. Найдите в нем дитя, женщины, и он ваш. Война и мужество совершили больше великого, чем любовь к ближнему. Нищих следовало бы вовсе уничтожить. Поистине досадно давать им и еще досаднее не давать. Вы заключаете брак? Смотрите, чтобы он не стал для вас заключением. Поэты недостаточно чистоплотные. Они специально мутят воду, чтобы она оказалась глубже. От всего сердца я люблю только жизнь. И поистине больше всего тогда, когда ее ненавижу. Как трудно ползти с гордо поднятой головой. Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Сколько у государства не воруй, все равно своего не вернешь. Если тебе лизнули зад, не расслабляйся, это смазка. Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель. Главное, не перейти улицу на тот свет. Одно неловкое движение, и вы отец. Положительные эмоции, это эмоции, которые возникают, если на все положить. Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшему. Жизнь, она как рояль. Клавиша, белая клавиша, черная крышка. Много ли нужно человеку для счастья? Мало. Но только чтобы у других было еще меньше. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Шутить и занимать деньги нужно внезапно. Диплом очень коварная вещь. Он создает иллюзии, что у тебя вообще нет проблем. Внушает тебе ложные чувства превосходства над людьми без высшего образования. И лишает чувства реальности. Начинает казаться, что все получается. Что завтра ты пойдешь в гору и сможешь решить любую проблему. Но это только иллюзии. Работать надо не 12 часов в день, а головой. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда попасть. Моя девушка всегда смеется во время секса, независимо от того, что она в это время читает. Наиболее важное решение – это не то, что вы делаете, а то, что вы решили не делать. У нас с капитализмом один спор на вопрос – земельный. Кто кого закопает? Работники статистического управления из дерьма могут пули лить. Мы никогда не примем Аденауэра как представителей Германии. Если снять с него штаны и посмотреть на его задницу, то можно убедиться, что Германия разделена. А если взглянуть на него спереди, то можно убедиться в том, что Германия никогда не поднимется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова